Здарова молодые люди, меня зовут Эрик Шоков и сегодня мы с Гитлайтом сыграем 1-1 в дуэли, это не аимка. Добрый день, добрый вечер, доброе время суток. Как это все будет работать? У нас на Саби Шоке есть режим, который называется дуэлс. Он очень интересен тем, что это не аимка, а обычные карты из матчмэкинга, тот же мираж, тот же даст. И там симулируются ситуации, которые могут быть у тебя в игре. К примеру, ты играешь на дасте на шорте и твоя задача убить плент А. Ты можешь тренировать это и сделать как можно лучше этот выход. Таких позиций много, поэтому сейчас мы посмотрим, кто как стреляет в этих ситуациях. Ну и самое главное, мы не будем играть просто так, а на спор. И Макс сейчас скажет, на что мы играем. Короче, кто проигрывает, тот оплачивает по крышке противнику и будем дрифтить на его машине, пока они не закончатся. Да, пока они не закончатся и самое главное, это все будет в этом ролике, то есть и как мы это будем играть и самое главное, само выполнение наказания. Поэтому прямо сейчас мы играем на трех картах. Играем БУ-3. Первая ДАС-2, вторая Мираж и третья ДАИнферно. Любые оружия. Макс, готов? Да, готов. Мы уже размялись. Очень прикольный режим на самом деле. У меня очень понравилось. Заходите играть, алло. С друзьями попробуйте это поиграть. Сейчас я вам покажу, как это все работает. Я нажимаю вызвать на дуэль Ликит Лайта. Обычный режим до 30 раундов. 16 мы не будем, потому что это слишком быстро. 30 это уже более-менее. Да, это реально. Вот 30 идеально. Мы только что размялись, просто разминку сыграли. 16 мы закончили за сколько? Минуты две, наверное, три. Ну все, я тебе кинул прогрошение. Давай, желайте удачи. Макс, ты сейчас находишься в Украине? Да, конечно. Интересно, почему мы не записывали коллаборацию до этого? Когда я был в Питере. Почему именно мне нужно было приехать в Украину, чтобы мы начали бы это делать? А я не знаю. Вот как-то она сама по себе вышла. Сколько у нас один ролик есть? На рулях мы играли. Да, он, кстати, собрал большие просмотры. Да? Да, там около полумиллиона вроде. Помнишь еще его комментировал Игорь Лавриненко? Не Игорь. Ну это вообще меня. Приглашайте комментатора на это. Ну это вроде зашло. Именно комментатор прям комментирует, комментирует, да? Да, 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 да. Ну не слаймстрайк, но... Хорошо комментирует, титирует. Я думал, что слайм и Игорь это один и тот же человек раньше. Когда еще с сахаром были у него постоянно ролики. Вот я думал, это один и тот же чел. Слайм это на самом деле легендарный комментатор. Именно в киберспорте, именно в CSGO. Это он Солика, да? Солик. Да, да, это именно он. У него канал появился. Где комментируют старые игры. То есть старые прям. Которые уже... Которым уже 5 лет, 6 лет и так далее. А, слышал я прикол. Да, идея, идея очень прикольная. Да, и это он правильно делает, он это классно делает. Я выжду момент, когда он вспомнит катку с Оликом. Так, и кстати, пока мы тут общаемся, у меня раундов так всего лишь 9. Я... Ты оторвался. Ребилитируешься. О, сложная позиция. Да, очень сложно. Вот стрелять из МИДА по старту очень сложно. И наоборот. Ты снялся в Room Factory. В Room Factory, кстати, вот все ребята... Вот как бы мы приехали на съемки. Я такой... Ну, съемки, съемки. Так что, не то, чтобы серьезно. Но все ж такие, еще друг друга не знают. А потом пошли в кафешку посадить. Это было, ну, очень легко общаться с людьми. Типа, я такой человек, что мне сложно как-то коммуницировать. Короче, социально не адаптирован. Интроверт. А вот с ними я удивился. Ой, я же выстрелил в лоб. Ну, это хорошо. Это, понятно, дело хорошо. Я смотрел ролик, это хороший опыт. А вот ты получил какой-то фидбэк после него? Ну, я как-то не особо не слетил, наверное. По аудитории, ты имеешь в виду? Да. По всему этому фидбэк получил в историях в Инстаграме. Я не знаю, меня столько раз отмечали. Отмечали и все говорили, что как все классно. Поэтому, да. Это очень жестко. И опыт в плане того, что... Как эти съемки проводятся? Я что, вообще не понимал, как это делается? Я был в шоке. Это очень сложно. Это нереальный, нереальный труд. Сколько человек съемочная команда? Там, по-моему, у нас была... Ой, блин, опять не дострою. Пятером снимались. Девушка-оператор. Это очень круто. Да. Ну, там просто жара. Мы приехали, было пасмурно. Как только начали съемки, наступила жара. И у меня до сих пор, я не знаю, видно на камере здесь или нет, но загар с того еще дня остался. А, с машины еще сложнее перестреливаться. На самом деле, и темпать сложно. Не, на чем-то... На этих сене видео. Да ладно? Так. Да, сейчас пока... Кстати, сколько тебя машин было, потому что когда делал BMW Азимов, и сейчас вроде еще шестерка была, да? Да, у меня сейчас шестая машина к ряду вроде, либо пятая. И все они были BMW, кроме Жигули. Ты продал шестерку? Да, я продал, и маме купил Range Rover. А, просто ты говорил, что она долго продавалась или... Да, я ее продал за дискаунт в 30%, либо 20%. Ее никто не забирал. Нет, салону. Я салон дал шестерку, и салона взял Range Rover. То есть я покупал шестерку за миллион семьсот, и продал за миллион двести двадцать ватт. А я видел автоподбор, как ты делал. Да, да. Все, ты выиграл первую карту. Ну, это даст. Даст, это я тебе говорю. Да, пойдем в Mirage. Либо в дасте дело, либо в эмке дело. Блин, меня забавляет, что мы заходим на сервер, и через минут пять все премиум игроки. Просто у премиум игроков есть возможность смотреть, где играют про игроки. К примеру, вот Кенси Испортс играет на арене седьмой. Можно к нему зайти просто за клавиш. Что станет славстример, играет на ротейке Classic 6. Вот, как-то так. Просто нажимаете и переходите. Да, это очень было. А первая какая была? Какая модель? Е-60 пятерка. Знаешь, такое? Да. Ну, Давидовича, все обзоры на бахера. Да, 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 да. Слушай, мне кажется, то, что говорят диагнозы, это не так. Просто BMW это такая машина, которая во многих планах впереди других машин. Она и по мозгам в рулежке, и по мозгам в мультимедии. Она опережает. И я это же вижу не просто как фанатик. Я это вижу, сравнивая другие машины. Ну, я особо на другие. Я ездил только на BMW. У знакомого есть Audi. Но я на ней так и не покатался. А в основном именно BMW. Ой, хорошо. М4, кстати, катался. По-моему, 15-го года было. Лё, я проще счес. Ты катался на М4? Да. В кромахе у знакомого была. Он дал мне проехать. Но это пушка. Слушай. Я просто охерел от звука, от всего. Ой, звук. Ну, мне не особо нравится звук. Мне будет нравиться звук на i8, потому что его не будет. Не, он в колонках там этот же играет. Очень круто. А люди слышат его посторонне? Ну, там это такой звук, что... Типа вот мне Игорь говорит, который год на i8 катается. Он же был уверен, что звук есть. Я говорю, ну нет там звука. Двигатель 1.4, куда? Он, в короче, мне со мной спорил, спорил. По итогу, да, звук такой себе. Снаружи. А какие у тебя были варианты, кроме i8? Никаких. Вообще. Вообще абсолютно. Не, а на самом деле был вариант М5. Какая М5? М5. Ну, какая, не знаю. В смысле какая? А, ну, F90. Так это же разная сумма денег, не? Или тут примерно же самое. Примерно то же самое. Короче. Это будет быстро, да? Да? Ой-ой-ой-ой-ой. Понял. А, ааа. Ой, хорошо. М5 я очень хотел, когда ты ее купил, я думаю, блин, ты шокайф. Но... Но я продал бы точно. Ну, как? Ты пришли, наверное, наверное. Наверное, я бы не продал бы, если бы оставался в Питере. Да. Чувак, у нас один раунд остался. Да? Да. А, а, а куда здесь идти? А. Так, какая следующая? Эферно? Да, Эферно, да. Погнали. Не, ну, вторая прям ботная была. Небольшая рекламная интеграция. Сейчас мы на сайте ксфл. И у меня на балансе есть 170 долларов. Моя задача за эту интеграцию сделать 200 долларов. Я попробую сделать первую ставку в краше. Допустим, 1.49. Захожу в джекпот, ставлю 30 долларов. Захожу в колесо и ставлю x2. Краш у нас полетел. 1.20 есть. 1.30 есть. 1.40 есть. И 1.49. Наш коэффициент сыграл, поэтому мы забираем этот авик. Ну, вроде бы я. Да, это я, отлично. Мы заработали 49 долларов. И в колесе было x3. Вот, в колесе оно не повезло. Давайте тогда, чтобы повезло. 44 доллара, которые мы выиграли в краше, поставлю на x2. Да, господи, все, это лучшая интеграция. Мы это сейчас все собираем, и получается 200 гребаных долларов. Мы это смогли сделать. Ссылочка на кайсфолл есть в описании. Ну, а мы идем дальше. Сейчас третья игра, и сейчас решится тот самый человек, который отдаст гребаные... Машину на испытания. 18 тысяч, и мы свою машину на испытания. Ну, ты же в курсе, что? 18 тысяч? Ну, около того, да. То есть игра на 15 тысяч где-то. Ну, 15-18 тысяч. Нифига, все, слышишь? Я теперь больше переживаю, да? То есть, я думал, там... Переявывал сколько, сколько, один? Не, конечно. Не только деньги. И не только учеб в машине. Не, ну как не то, что учеб в машине, мне кажется, но... Ну, твоей, наверное, что-то будет. Она же полный привод. Немножко что-то будет. Да. Да ладно! Блин, я чувствовал, надо уйти, господи. Как? Ай-яй, это было красиво. А я же просто уже выяснил, что так можно делать. Ой, как хорошо, я ловлюсь сейчас с тебя. Ой, как хорошо. Какой позор! Да ладно! Да я попал только что, как? Макс, а какая суть рубрики баним с патрулем? Если тебя не забанят, когда? Ну, всех забанят до сих пор. А я же... А я же... А я же... Я тоже сколько выпусков. И ты не задумался о том, что тебе не забанят, потому что ты снимаешь выпуски и выключаешь игру. А нужно сыграть больше, хоть двух каток, чтобы тебя забанили. Не, а чё? Я же больше каток. Я же больше двух каток. Я играю... У меня было и по 9 каток. Где-то... Ну, по 4 катки минимум получается, на самом деле. Просто не все вставляются. Ну, короче, играю нормально. Типа, как это работает? Вот мне говорят, что 11 три портов надо получить. Один, а почему это 11? Я тоже такое слышал. А кто? Это, понятно дело, мифы, но... Звучит логично. Типа, три катки. За две катки невозможно. А если 11, это уже значит три катки ты сыграл и ты разобрал. А какая из них попадет? Так какая из них тогда попадет патруль? Типа, неважно? Если читер... Ну, по сути, по логике, если читер, да? То неважно какая катка. О, как я убил, господи. Слушай, я... Я предполагаю, что... Если кинуть репорт на щелика, и этот репорт никто не будет смотреть. От какого-то количества репорт попадает уже в базу патруля. Ну, наверное. Боже, какая плотная катка, господи. Да. Гребаная карусель. Лё, ты читал это? Прикол. О, боже. Я тоже не знал, где ты. Я тоже не знал, где ты все за меня. О, господи. 24-27. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой. Да ладно, я ж видел. Блин, знал же. Ай-яй-яй-яй. О, пошел. Серьезно? Первый раз что-то... Первый раз выиграл, типа, что-то серьезное. Так, ну, получается, что проиграл я. И я выполняю наказание. Я должен оплатить на свою машину шины, чтобы гидлайт покатался бы. Все? Я хотя бы научусь, хотя бы хоть как-то пойму, как это делать. Я пытался, не. Мне страшно, там столбы у нас в Харькове. Ну его нахер. Ладно, все, тогда получается, до встречи с тобой и мгновение для вас. Переходим в лайв-контент. Так, это уже 1 августа. И гидлайт приехал в канал. Добрый день, молодой человек. Добрый день. Два года не виделись, да? Два года не виделись. Не, мы с тобой виделись в последний раз с симпалой вместе. Это был шоу-матч в Москве, где Дмитрий Фивз сделал 50 кг. Я этот шоу-матч помню именно от 52-53. Вот будет, если что, вставка. Можете посмотреть. Это было круто. Мы делали шоу-матчи на лане до того, как это стало мейнстримом. Серьезно. И это собирало большие просмотры. В общем, сейчас будет наказание. Я не знаю, каким образом это получилось, но я не смогу выиграть дуэль. Поэтому сейчас я за свой счет буду менять шины. А мистер Гидлайт будет на ней кататься. Ну, покажешь. Я не умею... Да, и самое странное, что, к сожалению, он не умеет дрифтить. Поэтому первая часть этого ролика будет как обучение дрифту. Он будет учиться. Ну, мне несложно объяснить. Хоть я и гений дрифта, но какие-то базы знаю, бублики делать умею. Поэтому прямо сейчас я тебя приглашаю в машину и будем обучаться, как это все работает. Прямо сейчас мы, получается, в машине. И нам нужно сделать первый публик. Чтобы сделать первый публик, нам нужно встать. Включить спорт-режим, где мы включаем, понятное дело, двигатель на максималку, руль, спорт, чтобы был потяжелый. И стабилизацию выключаем полностью. Чтобы выключить стабилизацию полностью на BMW, нужно сдержать кнопку TCO. Все, ладно, давайте пробовать. Погнали. Я буду пока что с первой. Наша задача – это управлять газом и помогать рулем. Просто нельзя сделать такой момент, чтобы тебя бы закрутило. Должен крутиться постоянно, без закруток 360. Вот. Вот так вот. Выпас закончился. Добрый день. Здравствуйте. Да, на парковке нельзя такие вещи делать. А еще что? Ну, по Шкодовой. Дрожный. Дрожный. Да, но я правда секунд пять это было, правда клянусь. В общем, спустя некоторое время мы все-таки нашли площадку, где мы сможем потрептить. Прошло много часов. Бывает. Ну что ж, сейчас мы нашли топ-место, где нас никто не будет бить и ругаться. Ругаться. Поэтому давай садись. В общем, сейчас у нас будет вторая попытка научить мистера Гитлайта трептить. Смотри, Макс, я тебе сказал, что это сложно. Я знаю, я пытался. Это сложно, но если ты будешь за рулем, ты сможешь научиться. Поэтому давай просыпать. Получается, мы сейчас ставим первую передачу. Делаем так, чтобы ее бы занесло. Как только ее заносит, кидаем на вторую. И так, смотри, мы сейчас разгоняемся на первой. Ловим минус рцеп и на вторую. В общем, сейчас почему у нас не получилось? Потому что я слишком много взял газа. Мы, получается, развернулись. Нужно было мне отпустить и дать в машине самой покататься. Повторяем сейчас то же самое. Начнем с воды, потому что охлаждает немножечко шины. Так, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 О чем он не едет. Короче, едет, смотри. Немножко выворачиваем колеса. Заходим в занос. Руль отпускаем. Руль выворачивается. Педалью и рулем корректируем. Давай попробуй. Просто смотри. Сейчас я ставлю тебе вторую. Слабенько. Крути. Просто давай попробую. Хотя бы уже, чтобы занесло. Давай, давай. Только не перегибай с газом. Чтобы его ловить. А, кстати, оно сейчас со второй, видишь, не получилось. Может, с первой попробуете? Ну, занос первый. Нет, больше газа дай. А я в педаль полу... Нет, не нажимал в педаль. Реально? Да. Ладно, со второй, да? Да. Давай, давай, давай. Смотри, остановись. Ты нажимаешь на 80% педаль. И рулем играешься вот так. Хоп-хоп. Чтобы ее бы занесло. Что такое дрифт? Это занос. Должен себя так, чтобы машина не поняла, что происходит. Я понял. Чтобы она бы вышла из зацепы. Все, давай. Нажимаешь на 80% газ потихоньку. И руль туда-сюда, в левую сторону. Раз. Все. Ой. Нет, я случайно притерпел. Хорошо. Все. Уже ты уже научился заезжать. Давай еще раз. Ну, на первой полоте проще. На первой полоте проще. Старайся меньше так газовать. Да. Давай, давай, давай. Хорошо, хорошо. Это уже хорошо. Бро, это реально хорошо. Пойдите на первой передаче, типа, в углу. Это первая была. Можно на первой начали, да. Садись вперед. Смотри. Так, да. Закрой. Ты просто, типа, на тормозе сейчас, да? У тебя первая передача, самый простой вариант. Просто выворачивай руль до конца. Только вторую руку держи на руле лучше. Смотри. И теперь, у тебя вывернуты колеса. Нажимай газ в пол. Только не прям, типа, там в конце кикдаун или шарежи, да? Вот. И, типа, ну, нажимаешь от половины и выше. И, короче, она тебе закинется, а ты потом просто, ну, рулем выкручиваешь. Я тебе скажу, когда выкрутить в другую сторону, хорошо? Пускай газ немножко. Смотри. Это хорошо сказать. Не держи газ до конца. Ты вот, она закидывается. Ты ее чуть-чуть дал, рулем молодец, правильно начал делать. Просто, типа, не дави его вот так вот в пол, а по чуть-чуть. Вот тыр, 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 вот так вот, короче, выше половины. Угу, сейчас. Сейчас, было по рулю правильно. Погнали. Держи газ до конца. Держи в пол. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Пожалуйста, как смей. Немножко, пройдуйте. Туда, туда, туда. Туда, 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 туда. Тебе полевать. Туши, селька. Дево, дево, дево. Не смейся. Тору, тору. Да, тору. Тебя начинает. Ну, это было очень хорошо уже. Да, очень хорошо. Сейчас из-за того, что пережал, да? Да, ты пережал долго, типа, и тебе нужно больше работать рулем. Ты вот представь себе ее, как форму, типа, в пространстве. И ты рулем ее, колесами туда, и газу туда, чик-чик-чик-чик-чик, типа, как будто вертишься вокруг. Не жми газ, типа. Понял. Вот такая охуня. Что понятно, да? все на этом и закончили да смотри вначале когда эти пытался объяснить я тебе объяснил какие-то там базовые вещи но когда сел уже человек который больше шарит за дрифт он тебе объяснил уже моменты которые тебе помогали сделать как минимум правильно один публик уже точно было и сто процентов самое сложное для него было это не перегазовывать это единственная была проблема пока что каждой машине вот на самом деле на три машины было каждой машине это все по-разному это привыкать и чувствовать в общем вышло 30 минут дрифта шины сказать что прямо сожглись что они смогут доехать такого нет но 30 минут тренировки обучение твой первый дрифт жизни мне кажется это стоило того это невероятно поэтому какие-то такие вот дела в целом все наказание выполнил мне кажется машина выполнила больше наказания ладно все спасибо большое за участие ребят хотел я выиграть но следующий раз спасибо большое всем за просмотр это был ролик дуэли на сабишоке с наказанием поэтому наверно буду снимать такое еще всем спасибо с вами был я эрик шоков гитлайт макс и оператор импава привет спасибо что ты снимал сколько ты снимал минут 26 минут он просто стоял и снимал господи чего ссылку на оператор оставлю в описании